Вопросы экологии, медицины, развития спорта и благоустройства придомовых территорий стали самыми обсуждаемыми на традиционной встрече главы с жителями. Мероприятие прошло в 10-й школе. О том, что еще волновало Люберчан, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Спорт в каждый двор – это не только новый проект, который успешно реализуется на территории округа, но и вся концепция развития физической культуры в целом. Власти Люберец стремятся сделать спорт доступным каждому жителю. Ежегодно открываются различные площадки для того, чтобы у Люберчан была возможность реализовать себя и организовать свой досуг. Об этом в своем вступительном обращении рассказал глава Владимир Ужицкий. Мы ставим основную задачу развития спорта по месту жительства. Поэтому я могу вам сказать, что мы за последние года три сделали такой качественный рывок в развитии. В Люберецком городском округе создано и работает 265 дворовых спортивных площадок. За то, что власти так активно продвигают спорт, жители неоднократно благодарили представителей администрации. Пользуясь случаем, Люберецкая федерация самбо попросила поддержки, а жители городка Б обратились с просьбой создания льготных абонементов в ФОКИ. В свою очередь не растерялись и интеллектуалы. Попросили выделить постоянное помещение для шахматного клуба. Я поручу интеллектуалу у нас в администрации, закончить языки в ФИСТЕХ Андрея Николаевского Сырова. Надо посмотреть, где мы можем, потому что на самом деле шахматный клуб должен быть. Благодарили представителей власти и за новые игровые комплексы. Жители попросили установить там видеонаблюдение. А тех, кому пока приходится гулять с детьми на соседних площадках, обнадежили, что и их дворы на поселке Калинино внесут в план по комплексному благоустройству. А еще жителей того же микрорайона волнует отсутствие сливов для воды на дорогах. Сливы будут на этой дороге, потому что постоянно осенью, весной, когда тает снег, все время стоят лужи. Пройти невозможно. Везде, где у нас заходит подрядчик на работы, сначала проводятся определенные изыскания, для того, чтобы понять сторону уклона, для того, чтобы отвезти воду со двора. И там, где это возможно, это все везде делается. Также на встрече остро стояли и вопросы медицины. Отсутствие узких специалистов и нехватка врачей в поликлиниках не первый год мешают люберчанам лечиться, как полагается. Собственное здоровье волнует и тех жителей, которые неоднократно фиксировали вредные выбросы в атмосферу. Тема экологии на территории городского округа вызвала бурное обсуждение. Вы планируете закрыть этот вопрос с едкими выбросами? Я понимаю, что не все в вашей компетенции. Что-то приходит со стороны Москвы. Но то, что на нашей территории. Планируете ли вы этот вопрос закрыть? По последнему аналитическому выезду совместно с лабораториями, которые в самом деле не подтвердили превышение предельно допустимых концентраций, сейчас герметизация всех провалов уже завершена. Надеюсь, что с учетом всех работ монтажных, которые там были проведены, мы избавимся от этих вредных пахучих веществ. На встрече с главой в 10-й школе побывали более 200 люберчан. От них поступило 45 вопросов. Все прозвучавшие проблемы и предложения Владимир Ружицкий взял под личный контроль. Анна Троян, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.